Многофункциональный центр на Можайском шоссе в Одинцове посетил глава округа Андрей Иванов. Главная цель визита – посмотреть, как проходит работа по всероссийской переписи населения, которая стартовала 15 октября. Основные обязанности ложатся на плечи волонтеров-переписчиков. Перепись проходит во всех МФЦ регионах. К нам подходят люди, мы их координируем, отводим до переписчиков. Также вы можете пройти перепись онлайн. Для этого вам потребуется логин и пароль от госуслуг, а также паспорт. Форменный жилет – специальный планшет удостоверения переписчика ВПР. Именно так выглядят волонтеры, которые встретят вас в МФЦ или придут домой. Средства индивидуальной защиты обязательны. Волонтеры помогут заполнить опросный лист, вся процедура займет минимум времени. Пройти перепись необходимо каждому, уверен Андрей Иванов. На сутки перепись, я посмотрел на справку, было 11 лет назад. И, конечно, за 11 лет и на территории страны, и на Москве, и в округе многое что изменилось. Это мы для нас самые важные люди, которые организовывают перепись населения. А мы, исходя из тех данных, которые получим результат этой работы, спланируем все программы на ближайшие десятилетия. На встрече с главой переписчики рассказали о возникших за неделю работы, сложностях и недочетах. Главная проблема – недоверие граждан. Проблема одна из частых – это, во-первых, то, что не впускают. То есть люди боятся, люди боятся заразиться, люди боятся просто открывать дверь, потому что думают, что ты элементарно являешься обманщик какой-то, махинатор, который пытается заводить их данными, которые для них представляют какую-то ценность. То есть, грубо говоря, когда ты у них задаешь вопрос элементарный о том, то, что какой вид дохода у вас есть, то есть пенсия, к примеру, заработная плата, либо какие-то другие доходы, инвестиции и тому подобное. И они не хотят на это отвечать, потому что это для них лично является вопросом. Переписчиков форменной одежды и с необходимыми документами бояться не стоит. На 97 переписных участках задействовано 830 сотрудников. Внести свои данные, ответив на 33 вопроса в анкете, можно до 14 ноября. А до 8 ноября перепись доступна на сайте госуслуг. В условии ограничений, вводимых в связи с распространением коронавируса, этот способ является предпочтительным.